Уважаемые делегаты и приглашенные, продолжим работу собрания. Президиум Всебелорусского народного собрания обращается к выступающим всему составу собрания. Вносите конкретные предложения, предлагайте решения, которые способствуют достижению поставленных целей. Ваши мысли и идеи будут учтены правительством, всеми властными структурами государства при реализации задач, предложенных президентом нашей страны и проектом основных положений программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Уважаемые участники собрания, слово для выступления предоставляется Ревьяко Василию Афанасьевичу, герою Белоруссии, руководителю одного из лучших хозяйств страны СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, с трибуны Высокого собрания хочу поблагодарить Вас за обстоятельный доклад, положение которой раскрывает суть и механизм реализации задач на пятилетку. Вы, уважаемый Александр Григорьевич, поставили перед страной важные экономические и политические цели, указали пути их реализации. В прошлой пятилетке в стране сделано очень многое, и люди это знают. Динамично развивался народно-хозяйственный комплекс страны, улучшил жизненный уровень населения. Серьезные изменения произошли в нашем хозяйстве. Уважаемый Александр Григорьевич, хочу озвучить просьбу моих коллег. Сейчас идет преобразование СПК в ООО или унитарные предприятия. Нам представляется, что, видимо, есть посмешность в этом вопросе, особенно по устоявшимся хозяйствам. Ведь главное не форма, а результат. В целом задачи ясны, коллектив готов и способен решать их. Для меня большая честь выступать сегодня одним из первых на таком важном форуме. Это подтверждает особое уважение нашего президента и белорусского народа к ветеранам и старшему поколению. Для Брещины, как и для всей Белоруссии, сегодняшний день, 22 июня, особенный. Это роковой рубеж, который разделил жизнь на свет и темноту. Сплотил людей общей целью – выстоять и победить. Как в первый день войны он был наполнен трагизмом и разрушением. Через 75 лет наше Всебелорусско-народное собрание демонстрирует созидательную силу и единство белорусов, выставивших в этой войне и построивших свое независимое государство. Нам посчастливилось жить в стране главными достижениями, которые являются мир и независимость. Ветераны Брещины, как и все жители Белоруссии, обеспокоены обострением геополитической ситуации. Но мы не сомневаемся, что в нашей стране есть все необходимое, чтобы надежно сохранить стабильность и безопасность. Спасибо, товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь, что вы всегда держите порох сухим, а армия, оснащенная современным вооружением и техникой, готова дать отпор любому агрессору. То, что 16-й год, обвещанный годом культуры, является переконавшим свечением отметной роли культуры в сучастном громадстве, и развитие является одним из приоритетов нашей державы. Но жизнь не рухалась бы на перед, если бы мы с вами не видели этих проблем, в решении каких-то поможет нам сделать шашерах кроков на перед. Особливую увагу треба надать умоцованию кадрового потенциалу сферы культуры. Нельзя замолчать в это питание. Мы повинны створить молодому специалисту те умовы, при яких он николи не пожадает шукать лепшей доли замежами своей родины. Замежная стажировка, удел и перемоги у международных конкурсов, гастроли. Так, а жить и працовать, и быть счастливым тут, уродной Беларуси? Вот уже в пятый раз за историю молодого суверенного государства Республики Беларусь собирается столь представительный форум для обсуждения вопросов первостепенной важности. За эти годы создан серьезный фундамент для стабильного и уверенного движения Беларуси вперед. И все время это время российский народ шел и идет рука об руку с народом Беларуси, чтобы совместными усилиями обеспечить стабильность и безопасность двух стран, благополучие и процветание своих народов. Совместные действия наших властей и регионов позволили нарастить товарооборот между нашими государствами к 2012 году до 44 миллиардов рублей. Это увеличение, прибавка более чем на 37 миллиардов долларов. И мы должны понимать, что это миллионы новых рабочих мест в России и Беларуси, что и эти действия создали более стабильную жизнь как в городах, так и в сельском местности России и Беларуси, а также дали серьезное развитие в социальной сфере обеих стран. Последние два года осложняющая ситуация на рынках наших стран должна подталкивать нас к дальнейшему объединению усилий в борьбе за внутренние и внешние рынки. Учитывая наработанные многолетние кооперационные связи, нужно подумать, как, сохраняя достигнутое, о переходе на новый уровень сотрудничества. Существующая промышленная база наших стран, видимо, нуждается в объединении усилий с целью успешного противостояния крупным транснациональным корпорациям в борьбе за рынки сбыта. Также, видимо, есть мысл подумать об объединении усилий с учетом неиспользуемой пашни в граничащих областях России для создания крупнейших совместных проектов в области сельского хозяйства и переработки. Причем в этой ситуации Беларусь всегда может рассчитывать на российскую поддержку. Россия всегда поддерживала, поддерживает и будет экономически поддерживать братский белорусский народ. Союзное государство живет и развивается. Наши народы чувствуют себя в нем комфортно, имея практически равные права. И нам нужно приложить больше усилий для дальнейшего улучшения жизни людей. Стратегия развития страны уже определена белорусским народом на предыдущих форумах. Сегодня же, на мой взгляд, мы должны уточнить некоторые тактические вопросы. Программы развития, которые мы обсуждаем, установлены параметры УВРП для каждой области. Но мы можем сделать больше. Каждую пятилетку Минщина демонстрировала более высокие темпы экономического развития. Считаю, что для сохранения достигнутой динамики необходимо решить ряд задач. И, в первую очередь, макроэкономической. Первое. Национальному банку и правительству следует выработать такую денежно-кредитную политику, которая способствовала бы привлечению капитала не на депозиты банков, а на народно-хозяйственный комплекс. Необходимо прекратить перекачивание финансовых ресурсов из экономики предприятий через банки к определенному кругу лиц, которые сегодня вкладывают деньги в депозиты. Фактически работники предприятий иногда недополучают заработную плату, а предприятия, оплачивая высокие процентные ставки по кредитам, отдают эти деньги другой части общества, которая смогла себе позволить такие вложения. Второе. В последнее время принимается много решений, стимулирующих привлечение инвестиций. Все это правильно. Но уверен, основа благосостояния белорусского общества находится не в иностранных, а в наших руках. Сейчас важно объединить экономические интересы граждан и государства. Полагаю, мы должны предусмотреть условия для формирования собственника из числа соотечественников через механизм включения их сбережений в акционерные капиталы субъектов хозяйственной, развивая рынок ценных бумаг. Дополнительным ресурсом может стать и частный капитал, который в случае вложения в реальный сектор экономики не подлежал бы проверке на предмет его происхождения. Третье. Необходимо запустить механизм саморегулирования экономики. Каждый должен нести свою долю ответственности за судьбу родного предприятия. Огромный резерв повысить эффективность производства и, соответственно, благосостояние граждан – это личная мотивация. Необходимо разрешить область полкомам принимать решения, которые позволят уходить от повременной оплаты труда руководителей предприятий и руководителей системы государственного управления, к оплате за достигнутый объем производства, за рост объема диверсификации экспорта, за, конечно, финансовый результат. Многоуважаемый Александр Григорьевич, дорогие братья и сестры, радуюсь тому, что в Беларуси за последние десятилетия создана устойчивая система церковно-государственных отношений, которая дает нам возможность вместе созидать, вместе трудиться для достижения гражданского мира и согласия. Ярким свидетельством признания заслуг церкви в социальном служении обществу является ежегодное вручение священнослужителям и мирянам премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Полагаю, что у современной Беларуси есть особая миссия, дарованная нам Богом, а руководство страны не применуло приумножить этот божественный дар. Мы призваны напомнить всему миру о непреложной евангельской заповеди «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». В последние годы в связи с трагическими событиями у наших соседей город Минск стал всемирно известной площадкой миротворческих инициатив. Именно здесь, на белорусской земле, ведутся поиски урегулирования сложнейших международных проблем. Сегодня, когда духовно-нравственный кризис все больше угрожает основам современной цивилизации, тесное взаимодействие государства и церкви в деле нравственного и патриотического воспитания людей, особенно подрастающего поколения, является важнейшей составляющей социальной стабильности на белорусской земле, способствует сохранению самобытных национальных традиций нашего народа. В этот важный и торжественный момент позволите мне передать от китайского народа в адрес белорусского народа горячее приветствие и самые лучшие поздравления. В последние годы, особенно в последние пятилетия, мировая и региональная обостровка сильно изменилась. Мир и развитие во всем мире сталкиваются с немалыми вызовами. Мы с радостью отмечаем под сильным руководством президента Лукашенко доблестные и трудолюбивые белорусский народ строят красивое государство своим умом и трудом получил выдающиеся успехи, предавая сложное внешнее влияние на развитие экономики белорусс. У белорусс долгое время сохраняется политическая стабильность и общественное спокойствие. Белорусс – это признанный островом стабильности на Евразийском континете. Белорусский народ уважает и защищает свою историю и свои традиции, остаивает мировую истину и справедливость. Белорусский народ отличается честностью, всегда держит свое слово. правительство Республики Белорусс, смотря поддерживается мирной и внешней политикой, фресло, незаменимый важный вклад в защиту мира во всем мире и стабильности в регионе. Белорусский народ твердо защищает суверенитет, безопасность и интересы своей страны, остаивает государственное достоинство и заслужил большое уважение в местонародном сообществе. Дамы и господа, дорогие друзья, Китай и Белорусс являются всесторонними стратегическими патриорами. В заключение еще раз поздравляю с успешным правительством 5-го Всепелорусского народного собрания. Желаю выдающихся успехов в государственном строительстве Белорусс вот с сильным руководством президента Александра Григорьевича Лукашенко вместе за сильную, процветающую Белоруссию. Спасибо за внимание. Я хочу, уважаемые делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщить, что в общественную приемную нашего собрания обратилось 18 человек. На горячую линию собрания 160 обращений поступило. Наибольшую активность проявили жители города Минска, это 43%. Если посмотреть в разрезе примерной тематики, то большинство обращений касается. По коммунальному хозяйству 28% обращений, строительству и жилищных вопросов 16%, социального обеспечения 13% обратившихся. Пожалуйста, Андрей Эдуардович, после вас будет выступать Шабулдаева. Прошедшее пятилетие отмечено знаковыми событиями для молодого поколения. Особым доверием нам, молодым, стало то, что 2015 год был объявлен Годом молодежи. Очень важно и значимо, что в программе и в вашем выступлении, уважаемый Александр Григорьевич, в числе важнейших общегосударственных приоритетов в новой пятилетке определена молодежь, как главный потенциал государства и будущее страны. Мы поддерживаем основные положения программы и готовы взять на себя выполнение задач, поставленных в проекте обсуждаемого документа. Считаю, что задачи, которые были поставлены на предыдущую пятилетку в части реализации государственной молодежной политики, выполнены. Это подтверждается серьезными достижениями в различных сферах нашей молодежи. А намеченные ориентиры социально-экономического развития послужат залогом мира и стабильности нашей страны. И это станет нашей общей очередной победой. А мы победим. Ведь белорусы – это нация победителей. И молодежь не подведет. Я работаю бригадиром маляров-штукатуров в открытом акционерном обществе Гомельского домостроительного комбината уже 18 лет. И за эти годы стала свидетелем реформ, происходящих и в стране, и в строительстве, и непосредственно на нашем комбинате. В последнее время значительно возросла дисциплина труда, усилились требования охраны труда, уменьшился ручной труд. Мы работаем более производительным инструментом и высокотехнологичными материалами. Но меняется не только оборудование и технологии, изменяется психология жителей нашей страны. Мы должны осознавать, что каждый гражданин, каждый работник своим трудом может внести вклад в развитие нашей страны, конечно, за достойную оплату труда. Мы, строители, готовы работать и больше, и добросовестнее. Но последние новости о возможном сокращении объемов строительства жилья с поддержкой государства беспокоят и нашу бригаду, и многих наших коллег. Наблюдая ситуацию непосредственно, как говорится, из гуще событий, можно сказать, что коммерческое строительство жилья на данном этапе не сможет перекрыть уменьшаемые объемы. Мне кажется, надо обратить на это особое внимание. Может быть, стоит развить новые формы финансирования и поддержки граждан. Тогда, возможно, у большего количества людей появится шанс улучшить жилищные условия. А у нас работа. И не только у нас, строителей, но и в других отраслях экономики. Прекрасно, что в отличие от многих стран СНГ, в Беларуси удалось сохранить систему профессионального образования. Теперь, по моему мнению, необходимо учебу приблизить к реальной жизни и уделить подготовке кадров рабочих специальностей больше внимания. В первую очередь, нужно повысить престиж рабочих специальностей в обществе через повышение уровня образовательной системы, через изменение отношения общества к статусу рабочим. Пришло время на деле, а не на словах, заняться популяризацией профессии строителей. В последнее время все стремятся получить высшее образование. Иногда и не одно. Это хорошо. Но мы ведь все прекрасно понимаем, что без рабочих рук ничего создать не получится. Не могут быть все руководителями, инженерами и специалистами. Все во всех отраслях народного хозяйства создается рабочими. В строительство должны приходить молодые люди не те, кто просто не поступил в ВУЗ или колледж, а те, кто осознанно выбрал профессию и готов посвятить ей жизнь, сделав ее источником дохода. А пока зачастую молодые специалисты не умеют работать с новыми современными инструментами, материалами из-за недостаточной материальной базы учебных заведений. Поэтому нам, наставникам молодежи, порой приходится доводить их квалификацию на рабочих местах. А хотелось бы наоборот, чтобы молодежь привносила нам, уже бывалым строителям, что-то новое. Мы должны понимать, что рабочие – это важное звено в цепочке производственного процесса. И оно должно быть сильным. Ведь сегодняшние выпускники колледжей и лицеев – это наше будущее, которое придет нам на смену. Более чем 20-летний период стабильности мира в республике объективно породил у отдельных граждан опасные иллюзии, что самые важные для народа ценности даны нам раз и навсегда. Но мир и стабильность необходимо постоянно защищать. Это в современных условиях невозможно без готовности к всенародной защите Отечества. А она начинается с подготовки молодежи к воинской службе. В последние годы немало сделано для развития допризывной подготовки. Вместе с тем следует признать, что в настоящее время допризывная подготовка недостаточно эффективна. Более чем 2,5 тысячи средних школ имеют лишь около 500 ставок учителей допризывной подготовки. Половина из этих учителей не имеет представления о военной службе. Соответственно, в таком качестве эта подготовка не решает всего спектра проблем, которые в свое время решала начальная военная подготовка. В связи с этим предлагаю восстановить начальную военную подготовку, для чего внести соответствующие изменения в законодательство. Одновременно отмечу, что патриотизм не может быть только в военной форме. Он должен формироваться в семье, детском саду, школе, вузе, организации или предприятии. В современных условиях обозначается актуальность разработки государственной программы гражданско-патриотического воспитания на всех этапах становления и развития личности, общества и государства. Беларусь и Израиль отнюдь не чужие друг другу страны. Для нас, израильтян, отношения с вашей страной имеют особую значимость и эмоциональную связь. Они основаны на глубоком фундаменте, историческом прошлом двух народов. Прошлом, который насчитывает шесть веков. С белорусской землей связано поколение отцов-основателей государства Израиль. Президенты Хаим Вейцман, Залман Шазар, Шимон Перес. На этой земле родились премьер-министр Израиля Бегин Ицхак Шамир. Белорусские корни имеют гамм и наш глава правительства Бенемин Натаньяу, внук уроженца белорусского крева. В Белоруссии родился и вырос дед Ариэля Шарона. И корни моей семьи здесь, в Минске, и мои родители похоронены на кладбище, на городском кладбище Минска, на кладбище Чижовка. Я думаю, что нет необходимости долго искать сюжеты, которые могли бы стать мостом для наших стран, для сотрудничества, взаимопонимания двух народов. За многие годы община белорусских евреев в государстве Израиль насчитывает 120 тысяч человек. Именно они являются тем прочным мостом, который переброшен между нашими народами и странами. И несмотря на расстояние, мы любим друг друга, мы признаем друг друга, мы поддерживаем друг друга. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин президент, сегодня я не могу не выразить слова глубокой благодарности от имени нашего государства, государства Израиль, вам, уважаемый Александр Григорьевич. За ваше личное участие в деле увековечивания памяти евреев, погибшим в концлагере «Тростенец». Нам так дороги усилия президента государства Беларуси. Ваше личное участие в процессе возведения мемориального комплекса «Тростенец», на открытии которого я присутствовала. Уважаемые господа и друзья, с трибуны, трибуны Дворца Республики я хочу пожелать вам всем, делегатам Пятого Всебелорусского народного собрания, успешной и результативной работы, выработки эффективных решений в интересах процветания Беларуси. Я уверена, что актуальный характер и уровень наших двусторонних отношений, их мощный исторический фундамент застадут стандарты динамичного развития на будущего. Мира и благополучия нашим странам и народам, процветания в Беларуси. И ваши бурные аплодисменты – это вера в то, что Беларусь идет в правильном направлении. Спасибо вам. В сегодняшних условиях главным вопросом для профсоюзов является занятость людей. И мы благодарны главе государства, что на нашем съезде он озвучил требования о необходимости сохранения трудовых коллективов и производства. Сегодня часто звучит предложение просто избавиться от предприятия, если оно попадает в ту или иную трудную ситуацию. Но при этом возникает вопрос, а что делать людям, если у них не станет работы? Поэтому профсоюзы по-прежнему будут делать все возможное для сохранения наших предприятий. Мы выступаем за то, что человеку нужна не просто работа. У него должно быть эффективное рабочее место с достойной оплатой и условиями труда. В этой связи мы, безусловно, поддерживаем тезисы проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь по вопросам обеспечения эффективной занятости. И понимаем, что экономике сегодня необходимы преобразования. И еще есть одна тема. Сегодня многие зарубежные специалисты говорят нам, как мы должны жить и что мы должны делать. По этому поводу я хотел бы сказать следующее. Далеко не всегда такие советы учитывают интересы государства и интересы простых людей. Я не говорю, что мы не должны сотрудничать, но наша политика должна быть направлена прежде всего на интересы наших граждан. И мы здесь абсолютно солидарны с президентом. В нашей стране мы должны руководствоваться своими национальными интересами и интересами наших людей. Я горжусь своей страной, в которой за прошедшие 20 лет нам удалось с нуля создать известный бренд и построить самую крупную фабрику на территории бывшего Советского Союза. Фабрику по производству щелочно-носочных изделий. Мы стали лидером в своей отрасли. На протяжении 20 лет я часто слышал, что в Беларуси невозможно строить бизнес. Но мой личный опыт говорит об обратном. Мы смогли развиться и вырасти, потому что, кроме многих других факторов, была выбрана линия на построение прозрачного во всех отношениях бизнеса. Уважаемый Александр Григорьевич, в 2014 году, выступая перед парламентом, вы затронули, на мой взгляд, один из важнейших вопросов в жизни каждого без исключения человека. Вы говорили о питании, но, по сути, вы говорили о здоровье нации. А что может быть важнее? Я думаю, что все согласятся, что дешевле воспитать у людей правильную культуру питания, чем потом вкладывать огромную часть госбюджета в лечение болезней, вызванных употреблением вредных продуктов. В прошлом году белорусы потратили 1 миллиард долларов на лекарства. А ведь еще Гиппократ говорил, что еда – это лекарство, а лекарство – это еда. Здорово, что на национальном телевидении появилась реклама о правильном питании. Но это, по-моему, только первый шаг. Нужна более активная реклама здорового образа жизни, реклама о вреде курения и алкоголя. Необходимо ужесточить требования к продуктам, о которых достоверно известно, что они оказывают негативное воздействие на человека. Я убежден, что пришло время повысить стандарты требований к автомобильным и другим выбросам в атмосферу. Воспитание, уважение к своему здоровью – это одна из важнейших задач образования. Какие же бачатся зараз проблемы, связанные с медийной просторой, разведцем литературы и с национальным книговыданием. Мне сдаётся, что подтримка книговыдания повинна носить выключено адресный характер. И головным адресатам тут, несумненно, повинна заявляться молодь. Укладание у ЕМО «Статские открытия» – это капитал в будущем. Это датючить как книжных проектов, так и молодёжных, детячих, периодичных другов. Когда не будем его развивать, приоритеты заберут забавляльное выдание, яких зараз безвлеч. Будем ориентоваться только на их, как и на лёгкое читание. Забудемся и про культуру мовы, про саму литературную мову, як белорусскую, так и русскую. Другие важные могут. У свой час глубоко поважанный митрополит Теларет и старшиня Союза письменников Беларуси инициировались в творении Республиканского совета по моральности. С первых кроков этот громадский институт отримал главную порцию критики. А между ним друкованная книжная простора, интернет, запрудженный не просто бездуховным продуктом, а сметцем, якое часто спробуетесь, что и ввести волжиток литературы. А главное, всем гэтым сметцем забивают свядомость молодых людей, выдающие розный брут за мастацкие проявы культуры нового часу. Такие угольные вовседозволенности досыть небеспечные. Спадеюся, что до Союза письменников, до православной, католицкой и инших религийных конфессий во узнавление расшуючих деяний у Совета по моральности долучится вся творчая и науковая интеллигенция краины. Я студентка Университета информатики и радиоэлектроники. Учусь в одном из самых современных, я бы сказала, продвинутых вузов страны. Уважаемый Александр Григорьевич, благодаря вашим стараниям Беларусь значительно рванула в сфере информационных технологий. Информатизация сегодня затрагивает все сферы жизни человека и страны. И, как было отмечено ранее, Беларусь поднялась на 36-е место по индексу развития информационных технологий в рейтинге из 160 стран мира. Безусловно, это не случайность. Это не случайность, а результат системной и целенаправленной работы. Считаю, что своевременным будет создание единой вузовской системы электронных ресурсов. Подобный шаг позволит создать единую информационно-образовательную систему и повысить уровень культуры взаимодействия между ее участниками. Как студентка Багуира, я отмечаю увеличение числа научно-исследовательских лабораторий. Это площадки для научного развития. Только в нашем вузе их более 60, и это дает результат. В мае 2016 года команда студентов Багуир заняла 17-е место из 110 в Международной студенческой олимпиаде по программированию. Многие студенты, с которыми я учусь сейчас, начали работать по специальности уже на втором-третьем курсах университета. Я тоже работаю, и мы востребованы. Это позволяет нам легче адаптироваться к своей профессии. Я уверена, что чем раньше студент попадет на реальное производство, тем лучший специалист из него получится. Также немаловажным мне представляется расширение участия заказчиков кадров в подготовке молодых специалистов. Заинтересованный работодатель получает в итоге более подготовленного выпускника. Хотелось бы обратиться к нашим будущим работодателям. Нам нужна ваша поддержка. Не только материальная, хотя и это, безусловно, очень важно, но и моральная, психологическая. Хотелось бы, чтобы более эффективно работала система наставничества. А полученные знания мы готовы применять здесь, в своей стране, на благо нашего государства, которое сегодня обеспечивает нам первое рабочее место, социальную и правовую поддержку. Мне выпала честь сегодня говорить с этой высокой трибуны о таких важных вещах, как здоровье белорусской нации, идеалы спорта и здорового образа жизни. Я много отдал спорту и понимаю важность этой темы. С каждым годом увеличивается количество граждан, посещающих объекты физической культуры и спорта. Вместе с тем, загрузка спортивных сооружений по республике не доходит до 100%. Более того, есть организации и предприятия, которые надлежащим образом не поддерживают спортивные объекты, находящиеся на их балансе, а иногда вообще пытаются от них избавиться. Это говорит о наличии резервов для работы в данном направлении. Эффективное использование физкультурно-спортивных сооружений, на мой взгляд, во многом зависит от качества работы руководителей и их способности заинтересовать население возможностями объекта, стремление поддерживать его надлежащее техническое состояние. Приоритетной является задача доступности занятий физической культурой и спортом. Всё-таки недостаточно у нас ещё открытых площадок, дорожек для бега, велосипедных и пешеходных дорожек в парках, зонах отдыха. Что касается крытых физкультурных сооружений, не для всех категорий граждан они доступны по цене. Решение этой задачи должно осуществляться посредством гибкой ценовой политики, обеспечения шаговой доступности объектов физической культуры и спорта, в том числе путём активного использования потенциала учебных заведений, который на сегодняшний день далеко не исчерпан. Мы все помним триму белорусских спортсменов на прошлых Олимпийских играх в Сочи. Тогда вся страна сплотилась, чтобы поддержать нашу сборную, которая доказала, что может конкурировать с другими развитыми спортивными державами на самом высоком уровне. Это в очередной раз подтверждает, что спорт объединяет и воспитывает чувство патриотизма. Пользуясь случаем в Олимпийский год, хочу пожелать нашей сборной больших успехов и достижений намеченных результатов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мы верим в нашу Олимпийскую сборную, в победу Беларуси. Без патриотизма, без любви к Родине не бывает больших побед, и это не только касается спорта. И в заключение я хочу прочесть своё стихотворение о любимой Родине. Нет дороже края, где тетёт полесье, где дубровый пущий тайн века хранят, где народ открытый и гостеприимный, где с особым чувством память предков чтят, где природа дарит ярких красок смены, где зимы и лето – сказочный контраст, где весна и осень – время перемены, радугой палитры вдохновляет нас, где земля нам дарит колос золотистый, не боясь работы, в поле все идут. Урожай собравши, песня заструится, а на Беларуси хорошо поют. Так цвети на радость, сторона родная. Не утратив веры, будем дорожить тем, что ты нам даришь, нас оберегая. Счастью, Беларуси, рада мы служить. Уважаемые делегаты и гости, слово имеет президент. Уважаемые друзья, спасибо. Я внимательно выслушал все выступления, пытался как-то их объединить, некоторые предложения скомпоновать. Я выделил для себя примерно пять направлений, может, чуть больше. Я сейчас скажу, к чему все это. Первое – это острота вопросов кредитования экономики. Это действительно вопрос серьезный. Он не такой простой, как кажется. Можно ведь здесь предложить, вот, знаете, давайте заберем у физических лиц, отдадим в экономику или еще что-то. Я с этим попросил бы и председателя Национального банка на всякий случай быть готовым для того, чтобы здесь объяснить делегатам съезда некоторые вопросы, постановочные вопросы, которые здесь прозвучали. Я благодарен вам за то, что в своих выступлениях, начиная от людей военных, генералов, до последнего выступающего, Вадима, который прочитал свое стихотворение, я не первый раз слышу его стихи. Это говорит о патриотизме наших людей. Вы много говорили о памяти, о войне. Знаете, мы здесь выглядим просто идеально. Мы не разрушили ни один памятник. Мы сохраняем эти памятники. У нас, наверное, памятников на душу населения больше, чем в любой другой стране. Но даже в самой маленькой деревне мы свято храним эту память, оберегая эти памятники, не разрушая, а приводя их в порядок каждый год. И делают это больше всего школьники. Много вопросов поднималось по подготовке кадров. Ну, знаете, здесь можно и страдать, и стенать, и заклинаниями заниматься. Но учить кадры надо на месте. Ни один вуз, ни одно профтехучилище, колледж, лицей не подготовит так кадры, как хотелось бы на стройках и так далее. Все равно наша беда с советских времен так везде было. И это есть во всех странах их доучивать, доводить их до соответствующего уровня. Но в чем я абсолютно поддерживаю здесь и выступающую гомельскую рабочую, которая говорила о том, что все-таки нам надо больше внимания уделять созданию базы учебных заведений. В этом направлении сделано немало, будем и дальше так работать. Но самое главное в вузах и учреждениях, заведениях, чтобы не в аудиторах учили будущих специалистов. Их надо учить непосредственно на производстве. В поле у станка или начиная от станка и заканчивая его будущей специальностью и его будущей должностью, мастера или начальника цеха, он должен это все по шепотам. У нас все больше проблем возникает в сельском хозяйстве с подготовкой руководителей предприятий. Я тоже от жизни внес предложение. У нас есть прекрасных много руководителей, но по стране полторы сотни суперруководителей мы всегда наберем. Ну отправьте туда по 5-10 человек, которые просто в течение полугода или основного периода начинают посевной, заканчивая уборочной, просто походят следом за руководителем. Посмотрят, как он проводит планерку, как он распределяет обязанности, как направляет на работу, контролирует и так далее. Поверьте, это будет хороший специалист. Хотелось бы, чтобы я уже перестал уговаривать губернаторов заняться этим конкретным делом. И таким руководителям надо платить много, которые не просто хорошо работают, а еще и обучают будущих руководителей, будущих специалистов. Все, казалось бы, в простом, и денег много не надо. Очень много поднято и очень правильно вопросов культуры, питания, здорового образа жизни в связи с этим. И наш представитель бизнеса Гродненского конта поднимал этот вопрос уже не первый раз. Знаете, скажу откровенно, я так несколько даже стесняюсь поднимать эти вопросы и рассказывать, например, из своего чего-то опыта, хотя в узком, более узком кругу, и об этом говорю. Мы питаемся так, что на 50-60 процентов является причиной наших заболеваний. Мы, посмотрите, ну, одно дело, что мы гробим огромное количество продуктов, особенно в ресторанах, других, да и дома в том числе. Посмотрите, сколько мы выбрасываем продуктов просто в мусор. Но, ладно, не это главное. Если бы мы каждому довели культуру питания, вот просто положили рацион на стол каждому нашему гражданину через Давыдька, Киселяк, Азиятка, Павла Изотовича, Якубовича, поверьте, у нас бы меньше было болезней. Это действительно так, я на этом убедился лично. Поэтому вот этот вопрос, думаю, что заслуживает не просто внимания, а им надо заниматься каждодневно. Тогда мы из этого миллиарда долларов, которые мы тратим на лекарства, сможем сэкономить. Каждый человек сможет сэкономить или болеющий и вложит их в жилье. Наполовину, только 500 миллионов пойдет на жилье. Представляете, сколько мы сможем построить квартир. Вода, воздух, нормальное питание – это основа жизни любого человека. Ну и еще одну проблему, которую я здесь поднимал, защита нашего Отечества, патриотизм. Я эту тему себе пометил, хотя везде и всегда мы об этом говорим. Вся система ее актуализирует, что у нас в обществе, не то в оппозиции, не то еще где-то, в пятой колонии, появились отдельные деятели, которые, вот у них просто руки горят и в голове вертятся, подтолкнуть наше общество к каким-то катаклизмам, противоречиям, а еще и к войне. И особенно, знаете, так и такивают на Россию и так далее и тому подобное. Это негативно сказывается на отдельных членах нашего общества. И я, как обычный уже гражданин, иногда сам себе думаю, вы зря это делаете. Вот у нас не будет так, как в некоторых странах, где ура патриоты, вы, наверное, заметили, на телевизоре, сидя в телевизоре, ну так воюют, что весь мир бы захватили. А я сам себе думаю, не дай бог что-то случится. Вот их мы, мы им предоставим право в атаку пойти первыми. Вот они пойдут первыми. И я это специально говорю, чтобы не чесались руки у некоторых, подталкивать к противостоянию отдельных людей и в нашем обществе, и не натравливать на другие страны и проводить подобную политику. У нас в стране никто ни за кого не спрячется. Я об этом, я предупреждаю все и с этим, всех тех, кто этим занимается. Все и с тем, что по сельскому хозяйству поднимались вопросы. Я не совсем понял замечание Ревяка, но я попробую уточнить о преобразовании, я так понимаю, СПК в открытое акционерное общество или еще что-то. И он правильно сказал, слушайте, отстаньте от нас, мы и так нормально работаем. Я думаю, стоит его замечание не просто прислушаться к нему, а действительно отстать от таких предприятий. Они работают и работают. Дай бог, чтобы все так работали. Поэтому, если мы где-то допустили ошибку в законодательстве, скорее всего, это так, Василий, мы это поправим. Я тебе точно обещаю. У нас немало таких хозяйств, которых просто трогать нельзя. Поэтому вице-премьеру Руссову надо на всякий случай быть готовым к тому, чтобы объясниться на эту тему, плюс поддержка сельского хозяйства, что мы тут планируем, что возможно. И последнее. Здесь анализировались некоторые вопросы, которые поступают по горячей линии. Вот чтобы это не было некой формальностью, но вот для красоты показать СМИ. Вопросов десятки. Эти вопросы нужно секретариату или соответствующим органам в правительстве, администрации, президента в парламенте нашем и в министерствах проанализировать. И скомпоновавив, если это ЖКХ, значит, поручить соответствующему вице-премьеру или министру быть готовым по этому вопросу. Если это вопросы транспорта, ну, посмотреть, минчане там активно переживают, что много придется ходить, а не на автобусах ездить, значит, пусть мэр ответит на эти вопросы. Ну, это уже дело техники. Потом Михаил Владимирович, Андрей Владимирович, вы, пожалуйста, как люди опытные и тут ведущие нашего мероприятия, подумайте о том, кто ответит на эти вопросы. Не обязательно в аудитории, может быть, и в аудитории, но через средства массовой информации, через Павла Зотовича Якубовича, коль уже у нас занялся основательно этим вопросом, и другие газеты и электронные СМИ дали ответы на эти вопросы, которые поступают по горячей линии. Ну, может, я бы что-то упустил, вы должны знать, у нас стенограмма ведется, ни одно из ваших замечаний не останется без внимания. Единственное вам пожелание. Надо быть более активными, стесняться не надо. Если у вас будут какие-то дополнения, вы что-то хотите сказать, возразить где-то, микрофоны к вашим услугам, подходите, говорите. Мы собрались не для того, чтобы только послушать, но и каждый должен иметь возможность, если есть желание, высказать свои замечания, предложения, если нужно внести, покритиковать, с чем-то не согласиться. Мы должны вести такой активный диалог, и наше собрание должно продуктивным быть с этим.